Проект «Безопасные качественные дороги» завершен. Что дальше? В 2017-м в зоне Самарско-Тольяттинской агломерации отремонтировали 163 километра автодорог. Стоимость работ составила почти 4 миллиарда 400 миллионов рублей. В 2018-м году показатели 3 миллиарда 900 и 189 километров. Конкретнее по объектам. Новый облик получило более 40 дорог в Самаре, в том числе Красноглинское шоссе. В покрытии, отбойники, пешеходные переходы, освещение. Также в список попали дороги от Самары до Новокуйбышевска и Чапаевска. Обводная трасса в Красноярском районе. Участок от Кенеля до поселка Комсомольский от Радного до Кенель-Черкас. И трехкилометровый отрезок на подъезде к Чапаевску. Но на этом все не закончится, рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. В следующем году в регионе начнется реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в 2019-м году планируется отремонтировать 243 километра автодорог. Миллиард 700 определены средства на агломерацию. Миллиард 700 в федеральном бюджете. Из них 1 миллиард на дороге города Самара, 700 миллионов рублей на дороге городского округа Тольятти. И сейчас уже в программу выбраны эти автомобильные дороги, идут согласовательные процессы. Это право муниципалитетов. За счет средств областного бюджета и средств еще 1,3 млрд по другой статье на безопасные и качественные автомобильные дороги будет разбита область на четыре зоны. Юг, север, запад, восток. И в каждой зоне будут ремонтироваться дороги областного значения, так называемые дороги, которые формируют опорную сеть. При этом в областном центре начнут ремонт 43 объектов. Это участки на таких улицах, как Победы, Фрунзе, Гастелло, Держинского, Вторая Просека, Металистов и ряд других. Кроме того, в 2019-м стартуют работы по строительству моста через Волгу в районе Климовки. Магистраль станет частью транспортного коридора Европа-Западной Китай. Это стало возможным благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова. Окончательной договоренности о возведении новой транспортной артерии удалось добиться во время встречи главы региона с министром транспорта России Евгением Дитрихом.